Всем привет, у микрофона Каби, добро пожаловать на Корею на прицеле 2.0 Сегодня мы будем смотреть Code Day И у нас остались два последних матча, два последних участника основного этапа Нам нужно сегодня определить И это будет на старте зеркальный матч Ну, собственно, дальше тоже ТВТ и ПВП сегодня в программе В ПВП будут сражаться два опытнейших игрока Зест и Партинг Ну, а в ТВТ получается противостояние опыта и молодости В роли синего террена будет играть 4GG Который в свое время успел отметиться успехами и в первом, и во втором Старкрафте Аж в 2009 году этот парень выигрывал MSL Причем пройдясь там сначала по флэшу, потом и по Джей Донгу Со счетом 3.0 Помнится, он Джей Донга обыграл с флэшем, не помню, как и счет был Хотя тоже были прикольные матчи, прикольные заготовки Это не значит, что он был суперкрутым игроком Это значит, что у него был, по крайней мере, один мега успешный турнир Потом 4GG достаточно рано ушел в СК-2 Тоже явно не по причине того, что всех в брудваре разваливал И, наверное, уже более современные зрители могли его запомнить в основном по выступлениям в европейском регионе Когда еще не было регион Лока И 4GG неплохо играл на WCS Европы Но, правда, конечно, с настоящими корейцами возникали трудности Припоминается его DreamHack против Лайфа со счетом 0.3 В финале Но, тем не менее, по крайней мере, он в этом финале был Потом 4GG ушел в армию О нем было не слышно и не видно там его очень долго И вот внезапно и ниоткуда этот парень появляется на квалификациях GSL Разносит Рьянга внизу Но это, положим, может быть и не самое крутое в мире достижение И, в общем, он здесь Что касается 4GG, можно еще сказать, что он не только Рьянга А, погодите, 4GG Это Персивал разносит Рьянга Да, у Персивала была сравнительно легкая группа 4GG-то обыграл в стартовом матче Армани, между прочим Вот, и потом переиграл Пейшнса Да, так что у 4GG группа была очень даже достойная А вот его соперник Персивал, которого мы уже один раз видели в Коудэй Он играл против СОЭСа Он как раз попал в группу полегче И, соответственно, ему там достаточно было в лузерах переиграть Персивала Тхун Рьянга и ТВТ И, соответственно, пройти сюда Оказаться здесь И вот теперь Персивал играет вот такой вот стандартный пуш Против своего более опытного оппонента 3 Гелиона Рипер Подъехал еще Рипер Подъехал еще Гелион Ну, у 4GG своевременно выходит Циклон И, соответственно, он от этой атаки отбивается Достаточно стандартные такие розыгрыши в ранней стадии игры Порт уже решил сделать и второго циклона И дальше морпехи у него блокируют потенциальное запрыгивание Рипера Персивал — это единственный действительно молодой игрок в корейской сцене сейчас Есть у нас другие игроки, которые раньше мало выступали на топовом уровне Но практически все они... Ну, такие как Зун, например Но практически все они на самом деле играли уже давно Просто не так успешно Персивал — это действительно молодой парень, который смог пробиться на эту стадию Но это посмотрим, ждет ли его сегодня первый Коудес Учитывая, как отыграл 4GG в квалификациях Наверное, можно сказать, что он здесь все-таки фаворит Но зеркалка есть зеркалка, посмотрим Шесть морпехов прилетают от 4GG на мейн к сопернику И Циклон сбивает Медиваг Там есть второй Циклон, есть Рейвен Параллельная атака в лоб 4GG откровенно не сконтролил Ни там, ни тут причем Персивал на мейне нормально вычинял Ну и что касается натурала То там ему контролить и не надо было У него просто был танк Параллелью доказывает своих Рейвенов Ну а Персивал выдвигается в небольшую атаку Теми войсками, которые у него есть Танк Циклон Но все-таки он оппонента убил, получается, двух Циклонов Вот тут очень остроумная ловушка Была бы, если бы 4GG сконтролил Но вот в очередной раз могу сказать, что Циклон очень сложный в ТВТ юнит И не только лишь все умеют извлекать из него хоть какую-то пользу Подходит Персивал, раскладывается и, видимо, отменит третий командный центр Не самое хорошее начало для опытного Старкрактера Зато хорошее для неопытного Третий командный центр отменен Придется его перезакладывать, видимо, на мейне А у Персивала тоже на воуграунде ставится ЦЦ И, соответственно, он будет в преимуществе Две инженерки у него Стимпакт заказан, два барака И он вот так вот подблочив оппонента Дальше будет играть вполне себе стандартный пилд Ну, слушайте, тут уже подъехал и третий танк Наверное, Форджи в какой-то момент придется А, ну, что Персивал решил не пушить Форджи, наверное, пришлось бы в какой-то момент с рабочими выбивать Просто у него танк только два Ну и пока... Так, стоп, это что за матрицы? Две матрицы в Рейвенов дает Форджи Джи Викингов Как раз в Рейвенов он, возможно, хотел Он дает две матрицы викингов Чтобы, наверное, выиграть воздух Убить и викингов, и Рейвенов Но по факту фигня какая-то получилась Он так и не смог толком атаковать викингов, пока была матрица Начал сражаться уже, когда она кончилась В итоге он потерял двух викингов У Персиваля прилетают еще два Он сажает их и просто пробивает Второй сет У нас будет карта Оксид Справа сверху появляется Персивал Форджи Джи слева внизу Ну и начинает пока стандартно играть Варагула газа И у Форджи Джи тоже самое Естественно, я ничего не знаю о том, как он сейчас играет Я не видел Форджи Джи лет 8 Ну, может быть, чуть поменьше Но, по-моему, в 2013 он перестал играть Ну, я могу немножко путать На самом деле, все эти До Регионлоковые года Регионлок ввели в 2014 Вот, если я ничего не путаю Первый раз Как раз, когда все вот эти вот ребята Отвалились Там некоторым из них оставили временное послабление Типа, ой, они все равно скоро уйдут в армию Именно корейцам Особо заслуженным, кто давно играет в этом регионе И за скобками уже все равно слил весь свой скил Играя на Европе, например Потому что тогда на Европе нельзя было тренироваться Так как не было соперников То есть кто-то из корейцев мог прийти на Европу Начать там разваливать поначалу На ладдере Весь топ ладдера с ним играет Как бы, ну, немножко, но подтягивается Но его уровень как бы растворяется То есть он дает всем понемножку Ну и сам в итоге оказывается на их уровне Как, знаете, такой кубик льда, который плавает в стакане В итоге он тает И уровень воды в стакане чуть-чуть повышается Примерно так же это работало Первый это был этап роста игры за пределами корейского региона Но потом решили, что рост ростом Но мотивация важнее Лучше закрыть регионы Не дать корейцам там играть Да, они будут вариться в собственном котле Может это сработает, может нет Но, по крайней мере, у них будет гарантированная возможность Зарабатывать какие-то деньги на турнирах А не просто проходить в топ-32 Попадать в группу с тремя корейцами и вылетать Поначалу казалось, что это бред Ну, все вот эти вот стандартные вещи Которые вы, возможно, уже хотите написать Или даже написали в комментариях на ютубе Типа, надо играть с сильными игроками Чтобы прогрессировать Без этого никуда не деться Играя только со слабыми, нельзя повысить скилл И вот эти все капские вещи, которые знаете Вы, знаю, я, знают организаторы Однако теперь с высоты 2021 Мы знаем, что закрыли регионы Игроки преисполнились мотивацией И уже через 4 года Сэрл выиграл чемпионат мира И сейчас уже никто не знает Корейцы или не корейцы фавориты на турнире Ну, правда, конечно, проблемы возникли у корейской сцены Но это уже другая история Хорошо отбивается 4G от этого пуша Тарсевал исполняет ровно то же самое Но 4G в этот раз сыграл без циклона Вот в чем разница Он открылся через танк И танк, естественно, вышел И успел эту атаку остановить Но так же, собственно, как и циклону 4G И в тот раз особо не было проблем с этим пушем Игра через танк привлекательная штука Она позволяет пойти под пушить И, например, поднять третью базу Или даже, собственно, может быть натурал Но на карте оксид вряд ли натурал Все-таки там возвышенность Может быть разложиться под пристройками Убить какие-то пристройки Потому что, видите, персевал наверху Его пристройки справа То есть если 4G разложится на третьей базе под мейном Как бы пристройка, вот реактор, например, будет с его стороны Бараком можно улететь А реактором улететь нельзя, увы Но посмотрим Собственно, есть и недостатки, конечно, этого билда Это уязвимость к разным редким Но, тем не менее, возможным стратегиям Таким, как Либератор, таким, как Рейвен Таким, как даже Батл Крузер внезапно Потому что попробуйте отбиться от Батл Крузера Если вы не играете в Быстрого Циклона Или в Быстрых Викингов Но при этом, если стандартно играть в Циклона Рейвена То уже можно отбиться от Батла Если Циклона Двух Циклонов Рейвена То вы гарантированно отбиваетесь от Батла Ну, если вообще хоть что-нибудь делаете Не просто паникуйте и машите руками Ну что, пушит все-таки пришел Персивал Ну, у него на один танк меньше Но, правда, 4G выходит ровно в то же самое время Ох, какой тайминг Но тут уже четвертый У Персивала наказан стимпак тем временем У корейцев там таблички наоборот Так что не путайтесь Раскладываются 4 танка Ох, вот в этот раз матрица классная Матрица выключает чужого Рейвена 4GG Стоп игра Его Рейвена, правда, тоже отключили А саппорта к танкам у него нет И то есть я по-прежнему думаю, что матрица нормальная Потому что главное его капитал это танки Ему надо было, чтобы их не выключили Но кроме танков у него больше ничего не было А он решил спускаться Потому что он хотел занять третью Карта 2000 атмосфер Третий сет 4GG появляется в левом нижнем углу И справа сверху его соперник Да, между прочим, Team NV Percival Не просто там какой-то Нубасик А тиммейт Мару и СОС Да, вот, кстати Почему, возможно, СОС Достаточно тепло отзывался о Персивале Ну, в интервью там в прошлом сезоне О том, что новая корейская кровь И, возможно, когда-нибудь он займет, например, мое место На GSL СОС В принципе, ну, пока Проходит кодей Скажем так Пока обеспечивает себе участие в основном этапе Но Нельзя сказать, что Когда у нас был еще предыдущий формат С первым групповым этапом Он там прям Стабильно всегда отбирался По второй групповой хотя бы То есть, что его место, короче, оно какое-то гарантированное Знаете, пока Оно не уровня франшизной лиги По League of Legends Когда ты купил слот И все Ну, не только у франшизной лиги Не только, в смысле, в лоле есть такой формат В реальном спорте предостаточно прецедент Если я правильно понимаю Вроде как наша хоккейная лига так играет Вроде как в Америке NBA, да Но Тут я, может быть, путаю Я помню, что что-то из их Вот этих вот Популярных видов спорта NBA, MLB По франшизе То есть, когда никто не вылетает У команды есть слот Навечно Вопрос только Какой ростер она там будет собирать Поэтому в лоле Ну, особенно в каких-то мелких регионах Типа нашего Популярна была Ну, где не очень высокая конкуренция Популярна была практика Типа Какой-нибудь школьник условно Ну, я утрирую, конечно Тем не менее Собирает свой легендарный состав С именем Который он с пацанами придумал вчера Потом они как-то берут квоту А потом, типа, продают слот Внезапно Ну, вот, например, Брюс Не хочет продавать слот И развлекается лолом уже давно Но я думаю, что ему просто по кайфу Чтобы его команда Рокс хотя бы где-то еще играла Увы, уже давно не в Старкрафте Поэтому нам, конечно Все это не так интересно Следите с достижениями Игоря Андреевича На поприще турниров мошны И формирование составов Выращивание молодых талантов Если почитать страницу Рокса Интервью Брюса Там окажется, что он и комментатор Акаби Вырастил внезапно Персивал Играет в стиле Я знаю три слова Три матерных слова Рипер, рипер и гелион Третий раз уже приезжает Абсолютно одинаковым пушем Но справедливости ради В этот раз У него Нету А, нет, все правильно Три рипера, два гелион Ну ладно, что-то я пропустил тот момент Когда там подъехало подкрепление Но продолжение В этот раз В дроп циклона И морпеха К нему летит дроп Ну такой стандартный Только без одного рипера Потому что одного рипера убили Такой щербатый дроп Это рокая белозубая улыбка В которой, правда, одного зуба Не хватает Посередине Кто-то скажет, что это добавляет шарма Высаживается Персивал Начинает убивать рабочих Порджи сразу срывает их много Фокусит именно медивак Чтобы не выпустить отсюда Эти войска Сам он на той половине карты Отдал уже почти все У него остается Три морпеха Тридцать два на двадцать пять Побежи в итоге Плюс семь выходит по рабочим В результате этого опенинга И Персивал решил сразу писать Джи-джи Ну ладно Мне казалось, что еще можно побороться Ну вот выходит Циклона лучше держать все-таки дома Видите, а летать в атаку не пойми чем Ладно Четвертый сет карта Романтицид Форджи-джи появляется Справа внизу И Персивал слева Персивал, видимо, не фанат раскликивания на 400 АПМ Он там что-то Сидит пальцами щелкает Главное, чтобы не клюв он Впрочем Ну Персивал Была такая довольно необычная внешность Легко его узнать среди других игроков Хотя на картинке Ну, которая на превью видео на ютубе можно видеть или Который у нас стоял на наставке До запуска стрима Его прям вот затюнили под Марин Кинга То есть если бы мне показали его И спросили, кто это Я бы сказал Марин Кинг Ну, наверное, это значит, что они принадлежат К общему, так сказать, архетипу Я не знаю, правильно ли это С биологической точки зрения Говорить о каких-то таких Типичных видах людей Но когда я ездил в Китай еще Я, глядя по сторонам активно Обратил внимание на то, что Китайцы Они не то, что, как у нас принято говорить Все одинаковые И, кстати, забавный момент Что Форджи увидел разведку соперника И сразу поехал домой Понимая, что если там разведка То там, типа, стандарт Но не знаю, как он, правда, пытался То есть как он предполагает понять Два там газа или один Может, его это и не очень беспокоит И он просто хочет знать Что это нечист, например Вот Так вот, обратил внимание Что восточные люди Скорее все похожи Внутри архетипов То есть есть принципиально разные китайцы Вот Но это не одиночные, скажем так, люди А группы людей То есть есть китайцы, похожие на корейцев Есть там более приземистые китайцы Они больше похожи друг на друга Чем на других китайцев между разными группами Вот Форджи и Персивал относятся к разным архетипам Например, Ачирин А вот Персивал и Марин Кинг, возможно, к одному Но Наверное, это Все Как-то проистекает Там Из Каких-то древних племен и так далее Которые, конечно, сейчас уже все давным-давно перемешались Но сейчас Чуть сложнее об этом судить Потому что Часть игроков Зачем-то играет в масках Я, кстати, не особо вдупляю В чем смысл Одному на сцене Перед монитором Сидеть в маске В жару Но Не знаю Игрокам, конечно, виднее Вы, наверное, знаете, что маска не защищает вас Да Она защищает от вас Может, Форджи-Джи Переболел И теперь боится начать чихать в монитор Ну Да ладно Персивал на своей волне В этот раз Форджи-Джи отвечает на нее миной Есть поговорка 7 бед 1 ответ А у нас тут наоборот Беда одна А вот Крыть ее Можно разными словами В данном случае Это слово Мина Ну такое Довольно матерное Понимание данного канала Довольно негативное Вернее, буду сказать Наверное, матерное Это все-таки бинарная Характеристика Или да, или нет Заказано Персивал на Рейвен У Форджи-Джи выезжает этот циклон То есть, по идее, у него не должно быть больших трудностей В тем, чтобы отбиться От вот этой армии Но только Персивал коварно поделил ее на две части И одним циклоном будет отбиваться долго Синий терн явно понесет потери по рабочим Но там летит дроп Который сможет что-то в контратаке наиграть Вот циклон в этот раз у Персивала дома остался И от этого дропа ему уже гораздо комфортнее отбиваться А Форджи, в принципе, сыграл примерно тот же билд, что и в тот раз Вот только с миной А так ставка на такой же точный дроп Но Персивал отбивается очень хорошо Он в плюс 7 имеет по рабочим Но Форджи с этой ситуацией, конечно, не будет выходить Фарта большая Так, Персивал быстрый, третий командный центр И при этом еще и выходит в атаку Агрессивный такой у него план Он отправляет Форджи, в смысле отправляет дроп еще 8 морпехов Здесь он видит армию соперника Циклоны цепляют друг друга Форджи потерял больше ХП Надо бы ему подвести и вычинить циклона Но пока он подводит рейвенов Да, Персивал здесь не обязан двигаться вперед Ему достаточно того, что он не даст сопернику поставить третью Потому что он сам поставил третью Но там дроп зашиворот Вот где точка сбора у Персивала Вообще, есть хорошая практика в ТВТ Если вы идете пушить и встречаете армию оппонента И стоите с ней То есть вы знаете, что она не придет к вам Да в принципе, наверное, даже и не только в этом случае Вообще, если вы идете пушить Все точки сбора переносить домой Это вот еще Стрелок в свое время учил И я до сих пор думаю, что это хорошая штука Дроп тут, между прочим, заходит на 12 ксм Викинги от него в итоге отобьются Особенно если их вычинить Но Форджи определенно возвращается в игру Так вот, дело в том, что Ну, помимо основного сражения Что может с вами произойти к вам Либо прилетит дроп Либо придет контратака, если вы разминулись Если придет контратака Очень велика вероятность, что лучшим решением для вас будет Так как у соперника тут вся армия, а у вас нет Удерживать позицию на мейне Чем отдать войска по частям внизу и проиграть игру И улететь там туда, а потом разберемся Плюс в атаке микрить Вот, ну а если дроп, то понятно Тем более лучше держать войска на мейне У Персивала там были викинги Он ими отбивается Здесь пытается развить наступление Выбивает оппонента несколько танков Но у Форджи есть еще один танк Он приземляет викингов, продвигается вперед Подсплитить бы немножко Но тут вроде как-то войска Сами плюс-минус сплитятся Не уверен я, что этого было достаточно В итоге тут Персивала остается больше Форджи будет выбивать эту позицию с рабочими И с танками без раскладки, видимо Да, но тут надо просто профокусить танки Рабочие приняли на себя урон Классический ТВТшный прием Причем даже рабов особо и не потерял Форджи в этой ситуации, видимо, потому что Персивал хорошо фокусил танками И они, может быть, по рабам у него и не стреляли особо Да, несмотря на все потери по рабочим Он, так как рано поставил третью орбиталку Он уже успел их восстановить Плюс тройные мулы Все нормально у молодого терана А Форджи добавляет две факты Он здесь будет играть в механизацию На карте Романтицид У Персивала Грейда 1.1 в заказе Парами диваков Он, видимо, да, добавляет в 4-5 бараки Короче, ставят на рельсы стандартной игры Сиетта ВТ Это делался стимпак, надо заказать ему щиты Справятся викинги, да, Волдроп тут куда-то полетел 4GG четвертая и пятая факта Кстати, если я ничего не путаю Он раньше довольно много играл в механизацию Ну, пехоту, правда, тоже играл Но, в общем Экспериментировал в 4GG Не против протаса, но В других матчапах случалось очень даже Апгрейд на синее пламя довольно ранний Ну, хотя, как ранний Просто раньше, чем начались основные сражения в игре И чем он, по факту, вышел в мех Потому что минуты до восьмой В ТВТ обычно сложно понять, вообще мех или не мех Ну, так-то, тем не менее, уже почти 10 минут в игре Так что Не такой уж и ранний это апгрейд Ну, просевал тут видит этих гелионов Понимает, что мех Но он, видимо, понял это раньше Может, сканил Может быть, по количеству танков у соперника Потому что он уже давно добавляет мародеров Чтобы как раз-таки по танкам был урон Чтоб гелионы каэти толком не могли Делает конкассы, кстати Почему я так это отмечаю? Что в ТВТ очень часто забывают конкассы И в ТВЗ тоже, но в ТВТ особенно А ведь будто бы у терранов только против протаса Срабатывает триггер на конкассы А в других матчапах, даже если не делают мародеров Ну, просто вот стимпакт, щиты и все Понятно, что апгрейд этот полезный в принципе При любом раскладе он очень дешевый Мне вообще кажется, что это самый кост-эффективный апгрейд в игре Ну, всего, наверное, за 50 на 50 Ну, нет, погодите, конечно, апгрейд на варп Самый кост-эффективный На втором месте, наверное, конкассы Ну, то есть два самых дешевых апгрейда Которые при этом все равно очень полезны А что Персивал выигрывает воздух Это для Мехтерна не очень хорошая новость Почему именно для Мехтерна? Потому что у него нету ничего, что помогало бы викингов До тех пор, пока он не начнет строить Тору, по крайней мере Но Форджи пока этого не делает То есть Биотерн всегда что-то может подфокусить морпехами, помочь Сражение викинги на викинге А Мехтерна не может сделать ничего Поднимается Персивал вот на этот хайграунд А армия соперника уже ушла в контратаку Расчет Форджи был в том, что никто не будет наломиться на Мехтерна с кучей танков На Романтициде, на вот эту возвышенность Я очень понимаю этот расчет Но Персивал просто забил Не знаю, может быть он чем-то где-то увидел, что армия вышла Но он идет в контратаку Вот эта обманка Форджи не срабатывает Но знаете, когда на крае Вижена виден один танк И ты думаешь, а ну там вся армия А там и есть этот один танк А все остальное уже ушло в контратаку Ну и в итоге у нас тут начинается по сути размен Персивал такую третью базу Вторую он уже заставил улететь Форджи пробивает четвертую Там уже планетарная крепость Это происходит очень долго Здесь Синий Террен теряет орбиталку И ситуация стремительно начинает выходить из-под его контроля Вот как раз ситуация Пять викингов на три Но пять пробитые Плюс есть морпехи И по факту это сражение в воздухе Это может и не выиграешь Сражение начинается Персивал чуть-чуть повоевал И предпочитает отходить на возвышенности Правильно сделает Ему больше ничего не нужно здесь внизу Он не Марк Кнопфлер И его дом это не низины Как в песне Brothers in Arms Если помните Ему можно вот сюда В горы отойти И дождаться либераторов Да, прекрасный выбор И сзади очень вовремя подходит пехота Зажимает этот танк Тут правда гелионы пытаются зажать еще танки Форджи идет в волын У него тоже есть либератор Он подводит сюда все свои танки Но он обязан доводить игру до победы У него только 19 рабочих У соперника 58 Но как это делать Раскладываются танки Да, Персивал не может А, секунду, погодите Тут из антиэйро Ничего, правильно? Да, получается Персивал уже выиграл Ну то есть Помочь может только Какие-то масс-мулы И клепать викингов срочно И сидеть в обороне за танками Вот что-то такое Но в данный момент Викингов У Персивала 6 У Форджи 1 Поэтому для того, чтобы выиграть воздух И не дать разложиться либераторам Тут еще километр Да, танки начинают погибать Мародеров Вот в очередной раз Прикольно срабатывают конкассы Форджи просто тянет время Насколько я могу судить То есть все, что он делает этими танками Это он не дает сопернику прийти и убить его Дойти до базы быстро И, кстати говоря, это очень неплохо работает Надо сказать Персивал в итоге вообще решил возвращаться домой 15 рабов на 61 Ну, Форджи проигрывает 1-2 Поражение будет означать вылет с GSL Поэтому он не спешит левать Да, но здесь Это, очевидно, последняя атака Он видит, что соперника ну слишком много И в итоге Форджи вынужден писать Часть своего никнейма У нас будет интервью Персивал побеждает Форджи и проходит в ROS-16 Интервью, поздравления, спасибо Ну, во-первых, привет Что чувствуешь и тебе еще играть в ROS-16 Он говорит, что тренировался против Армани и Мару И не выигрывал почти ничего Так что вся уверенность в себе улетучилась Но сегодня зато было настолько легче Чем на тренировках Ты самый юный участник GSL Сколько ты готовился? В целом я играю в SK-2 4 года А, ну все, да В этом и есть весь ответ Что он играет 4 года и проходит в ROS-16 Ты здорово передвигался Армии Ты так уверенно играл Как будто бы легко Что поменялось с предыдущим сезоном? Да, определенно Многое поменялось с предыдущего сезона Играть против Бани и Мару очень тяжело Но сегодня я постарался настроиться по-другому Как будто я просто на ладдере Обычный матч И он сказал, что раса теронов поменялась Видимо, речь про мету игровую Вопрос про Мару Персивал говорит, что Мару очень силен в лейтгейме И когда он с ним тренировался Даже если Персивал выигрывал на старте То Мару все равно в лейтгейме всегда вытаскивал И, конечно, скилл у него потрясающий Это неожиданно Мару, получается, прокачивает лейт А в чем его сильные стороны? Да просто он очень сильный игрок и все А как бы ты оценил свой общий скилл Среди всех игроков, включая и Мару И вообще Я думаю, что чисто теоретически Я могу обыграть любого Но, конечно, и проиграть любому тоже Но все-таки думаю, что среди участников Рос-16 я самый слабый Объективно Ты впервые будешь участвовать на драфте Многое зависит от того, как будет сформирована группа Не думаю, что я тут должен сильно радоваться С одной стороны, так как я самый слабый Но с другой стороны, видимо, я окажусь просто в группе А И этим все для меня закончится Ну и Финальная благодарность Он благодарит свою команду TMNV И Мару и Банне За помощь в подготовке к этому тв Финальные слова Моя цель на сезон была пройти в основном этап В основной этап Но, конечно, я хочу получить удовольствие на драфте Там и увидимся с ним А пока нас ждет следующий матч И последний матч стадии GSL Call Day Это будет PvP С участием Партинга и Зеста Продолжение следует...